Отчего мне так светло Его привел в дом их общий друг Николай Кружков Я пришла с работы очень поздно Вижу за столом уже полный разгар встречи фронтовых друзей Стоит водка, которую принес полковник Николай Николаевич Кружков И какую-то колбасу, что во время войны было невероятным чудом И сидит молодой какой-то военный в расстегнутой рубашке И он открывает консервы, которые на фронте нам выдавались как доп. паек Консервы в собственном соку Тут же завязался роман Мы с этого момента стали вместе и прожили вместе 47 лет Это было 4 дня всего знакомства Он уехал на фронт Каждый день мне стал звонить с фронта и кричать по военному телефону Женечка, вы меня любите И весь мой отдел из юристов состоящий кричал ему в ответ Любит, любит А главнокомандующий фронтом сказал Слушайте, что это за майор, который все время занимает военный телефон? Нельзя ли, чтобы его любимая приехала просто на фронт И чтобы нам освободили линию? Когда Николай Николаевич меня провожал на фронт Он мне только сказал Жене Слушай, если он окажется мерзавцем, немедленно возвращайся оттуда обратно Я вышла из поезда и увидела горящее, разбомбленное балагое совершенно И на дымящемся фундаменте какого-то дома сидит Михаил Львович Стоял раздолбанный вилес Когда мы сели в этот вилес, он поехал по чудовищным воронкам Все было разбомблено, деревни были сожжены И мы с ним едем И Михаил Львович, я вижу, он как-то мнется очень, стесняется Я говорю, Мишенька, что ты так стесняешься, что ты хочешь сказать? Понимаешь, Женечка, я хочу узнать, в качестве кого ты ко мне приехала? В качестве жены? Я говорю, черт тебе подери, я ехала на фронт Я говорю, неизвестно куда, неизвестно кому Но в качестве кого я могла сюда ехать еще Удивительное чувство, которое они вообще сколько пронесли? Там 50 лет вместе, они немножко меньше прожили папу 47 47, да И когда она уходила из дома, там в магазин или по каким-то делам Он ложился спиной к комнате, лицом к стене И говорил, что он очень болен Я его спрашивала, чем ты болен? Он говорил, у меня страшная болезнь под названием безжжение Представьте себе, что Михаил Львович приехал в Америку и пожил в Санта-Монике Невозможная ситуация Он бы не остался здесь жить и не пожил бы Слово пожил бы в другой стране, это исключено Потому что когда мы с ним уезжали куда-нибудь за границу Когда уже можно было выезжать И когда можно было посмотреть, и все это было вновь и интересно очень Михаил Львович ровно на 20-й день говорил Покупаем билеты и едем обратно Он не мог жить не в России Я себе не представляла, что мы можем уехать Когда в 89-м году папа умер Передо мной стал вопрос, что нам уже было 40 лет И мы должны были это делать сейчас или никогда И мы это сделали тогда И я очень много пытаюсь Я с папой ужасно была близка И с возрастом я иногда смотрю в зеркало и пугаюсь Потому что я вижу папу и вижу папины глаза печальные И я иногда очень много разговариваю и думаю, как бы он к этому отнесся Я думаю, что бы он отнесся сейчас к этому совершенно по-другому Мой отец умолял меня не читать его статей 40-х годов Ему было стыдно за них У Михаила Львовича было что-то подобное? Да, конечно, было Беспомощно исписываю разом И тут же рву в отчаянии листы За годы словоблудья я наказан Мучительной болезнью немоты У Михаила Львовича, в отличие от большинства советских писателей Было обостренное чувство вины за прошлое Но мне кажется, что именно ему стыдиться нечего Его лучшие песни до сих пор поют во всем мире Мама исключительная женщина Мама – женщина, которая абсолютно не входит ни в какие рамки Она стала ходить изучать английский язык Она пытается понять, она задает тысячу вопросов Ей все интересно Это поразительно